Десногорск Лучшим работникам культуры Десногорска вручили награды Спасибо вам огромное за ваш труд, за вашу любовь, народному творчеству, художественному слову Совсем недавно в Десногорске появился эко-бокс для сбора ртуть содержащих отходов Его обслуживанием занимается региональный оператор спецавтохозяйства Данный эко-бокс – единственный в России сертифицированный эко-контейнер Он предназначен для безопасного сбора и временного хранения опасных отходов Среди них отработаны энергосберегающие лампы, батарейки и другие химические источники питания Процесс сортировки отходов продуманный и максимально удобный На контейнере есть своё окошко для каждого вида токсичного мусора Это происходит следующим образом В такие лампы поднимается вот эта шторка И опускаются туда и таланты Всё Узнав о появлении эко-бокса в Десногорске, старший инспектор по экологической безопасности Смоленской атомной электростанции Марина Таран Обратилась в администрацию города и общественную приёмную Росатома Она попросила установить контейнер в удобном и доступном для всех жителей месте Теперь он расположен в первом микрорайоне возле диспетчерской МУП ККП По мере накопления отработанные батарейки и ртуть содержащие приборы Утилизируются региональным оператором на специализированных предприятиях По всем правилам природоохранного законодательства и норм безопасности По мнению специалиста, пункт приёма опасных отходов – это шаг в будущее Он не только позволит бороться с отрицательным влиянием ртуть содержащих ламп И элементов питания на окружающую среду Но и сформирует ответственное отношение населения к вопросу раздельного сбора опасных видов мусора Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна-ТВ О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 89 сообщений о происшествиях Из них 6 сообщений о преступлениях Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями Выявлено 92 административных правонарушения В том числе 73 нарушения правил дорожного движения За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения К ответственности привлечено 2 человека За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения В общественных местах к административной ответственности привлечены 9 человек 24 марта в преддверии профессионального дня работника культуры в Центре культуры и молодежной политики состоялось торжественное награждение лучших работников отрасли по итогам года. Это представители учреждений культуры, учебных заведений и деятели искусств. Они дарят людям тепло, любовь и радость. Без работников культуры не обходится ни один городской, детский или семейный праздник. Церемонию награждения открывал глава Десногорска Андрей Шубин. Он вручил благодарственные письма активным деятелям культуры. В своей поздравительной речи глава города отметил важность и ответственность той миссии, которую они выполняют. Это сохранение и преумножение культурно-исторического наследия страны. «Искренне желаю вам здоровья и долголетия, успехов во всех начинаниях, всеобщего признания, взаимопонимания в коллективах и семьях. С праздником вас!» Многочисленные добрые слова были сказаны в адрес виновников торжества. С профессиональным праздником работников культуры в видеоформате поздравила первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. «Спасибо вам огромное за ваш труд, за вашу любовь к народному творчеству, к художественному слову, к тому, как вы замечательно выступаете перед своими земляками». Заместитель главы города по социальным вопросам Александр Новиков выразил слова уважения и почитания всем тем, кто сделал культуру смыслом своей жизни. Он лично вручил благодарственное письмо председателю комитета по культуре, спорту и молодежной политике Анне Королёвой, а также поздравил ветерана-работника культуры Раису Широкову. «Искренне хочу сказать вам слова большой-большой благодарности. Благодарности за ваш труд, потому что когда мы все работаем, вы работаете, вы готовитесь. Когда мы отдыхаем, вы тоже работаете для того, чтобы наш отдых был украшен прекрасными мероприятиями, прекрасными концертами и прочими достижениями нашей городской культуры». Благодарственным письмом Совета Федерации Федерального Собрания РФ был награжден коллектив Комитета по культуре, спорту и молодежной политике города Десногорска. Его передал сенатор Смоленской области Сергей Леонов. Также всех работников культуры поздравил исполняющий обязанности заместителя директора Смоленской атомной электростанции по управлению персоналом Владимир Исаев. Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Анна Королёва вручила грамоты деятелям культуры и искусств за их плодотворный труд и создание условий для развития культуры в Десногорске. «Разрешите поблагодарить вас за ваш труд, за ваш дружный коллектив. Он у нас особенный, трудолюбивый. Всего вам самого хорошего. И пусть победы всегда будут только больше и больше». После завершения торжественной части на сцене выступили актёры Московского драматического театра имени Джигарханяна. Гостям показали спектакль «Кафе. Жизнь в розовом свете». Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. А теперь коротко о погоде. 30 марта в Десногорске будет переменная облачность, небольшой дождь. Днём температура плюс 10, ночью минус 1. На сегодня выпуск завершён. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!